Ох, ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Муравейный канал. Наконец-то руки дотянулись до вас, чтобы заснять вам новое видео о Никобарентисах. Ребята, это просто какой-то ужас. Я просто пропал буквально. Посмотрите на это видео. А посмотрите, я пропал на месяц. Это просто что такое? Такое нельзя вообще позволять. И, кстати, это вот это не этот сайт, не Антон Айч, а вот этот сайт. Так что извиняюсь, но, может быть, я изменю превью. Также, может, видео изменю. Ну, может быть. В общем, я думаю, все рады, что я пришел, что я живой. Ладно, ребята, сегодня будет видео о компоносном комбарентисе содержания, ну и кормлении, ну, много чего такого-то интересного. Сразу скажу, что, по моему мнению, Ники интереснее Мессоров. Так что, что считать, что они те же Мессоры, что они похожи на Мессоров? Нет. Нет. В них есть очень много чего интересного. Ну, давайте начнем. Первое. Это у нас окрас. Окрас у этих муравьев очень классный. Мне прям очень нравится. Я сначала думала, что такие за него темные. Да нифига, ребята. Ну, все-таки, да, рабочие немного темные такие. Но можно увидеть, что они такие оранжевые, с точками на брюшке. Ну, там, конечно, не точки, но брюшко у них, кстати, красивое. И матка. Но у меня вот морфа очень классная. И матка у меня такая очень красивая. Вот. Что еще я хочу сказать. В охоту. Охота даже, не знаю, я давала на личинку жёг о знахре, как-то они её боятся. Но это содержание моего, вот этого поколения. Видите, что четыре рабочих и очень много личинок. В общем, охота у них, ну, не суперская в этом поколении. Охота у них не совсем. Но, думаю, в скором времени охота у них будет достаточно крупной. Будут они такие, думаю, злыми скоро. Ну, а давайте начнем с кормления. Кормить их можно сахарным или медовым сиропом. Также личинки жёг о знахре. Но вообще, я своих муравьев кормлю только с сахарным сиропом. Так как он более надежный, по моему мнению, он более лучше. И, в принципе, для мурашам это будет вообще зашибись. Сахарный или медовый сироп, в принципе, очень легко готовить. Вы просто берёте стакан воды, кидаете, ну, три, ну, четыре кубика сахара, размешиваете. Берёте шприц там, пипетку и набираете этот сироп и даёте мне большую капельку сиропчика. Но давайте, ребята, мы поговорим, как же, как же всё-таки я поднимала эту колонию. Давайте с первого начнём. Сколько матка развивается? Покупал, вроде бы, 27 апреля, и где-то 3 или 2 июня у неё появился первый рабочий. Да, 3, по-моему, июня или 2. Вот, ребята, ну, ты считаете, сколько они развивались. Ну, потом появились ещё три рабочих. Ну, потом, неизвестно, что будет потом. Ну, потом, давайте, допустим, были у них личинки. Хорошо, я купил эту королеву, и, ребята, самое интересное, что я её кормил каждые 3 дня. Давал сахарный сироп и личинку жука-знахаря. Ну, бывало, что я так делал. Сначала личинку жука-знахаря и сироп, через 3 дня дал просто сироп, личинок никаких я не давал. Потом ещё через 3 дня на этот раз дал только личинку жука-знахаря и сироп. Вот так вот, ребята, я действовал, и, в принципе, всё получилось. Аж были такие моменты, когда я оставляю её на неделю, но ничего не произошло. В принципе, муравьи лёгкие, они подходят для новичков. Вот, ребята, вы, в принципе, можете вообще накормить свою королеву, покормить её, дать ей личинку жука-знахаря, ну, может, величинку жука-знахаря и одну габельку сиропа, и закрыть её вообще на месяц, ждать первых рабочих, а потом откройте и любуйтесь своими первыми рабочими. Ну что, ребята, мы переходим к интересам. Насколько интересны эти муравьи? С окрасом, конечно, мы поговорили уже, но окрас это не самое интересное. Самое интересное, не знаю, как кто, но когда при опасности они стучат брюшко. Я сам только сейчас это вспомнил, точнее, несколько, ну, примерно неделю назад это вспомнил, что они, оказывается, так делают. Я обязательно, ребята, проверю, и, возможно, когда я вам обязательно сниму видео, как они стучат брюшком, как они кушают, ну, это видео скоро выйдет. Поэтому, ребята, советую вам подписаться на мой канал, чтобы смотреть, что будет дальше с моими никами. А ведь, ну, не знаю, как будет выходить видео, надо постараюсь немного чаще выпускать видео. Вот. Я обязательно засниму, как они стучат брюшками, как они охотятся, как они пьют сироп. Ну, конечно, пьют сироп они очень классно, ведь у них надуваются брюшки, они такие, значит, прозрачные. Вот. Еще говорят, что эти филахи дне, а Ники тоже, как бы, подходят под этот момент. Вот. Так что Ники это тоже классные муравьи. Интересное у них в том, что, я не знаю, кто, опять же, как, но у них и солдаты, кто скажет, ну, и что солдаты, и что такого. Ну, солдаты делают такую работу, как бочки. Не знаю, почему, но мне это очень интересно, поглядеть на такого солдата. Посмотрите, как он висит. Ну, не, не думайте, что у него брюшко будет огромное. Нет, оно будет, ну, не фиг его знает, но оно будет мелкое. Но все-таки там будет пища. Солдаты вот такую роль выполняют, как бочки. А бывает, даже ходят на охоту. Муравьи интересные. Мне кажется, что они даже интереснее никобары. Ой, господи, этих месеров. Они сто пудов их более интересней. Вот, ребята. Так что берите этих муравьев, если вы новичок, если вы готовы себе купить экзотических муравьев. Берите никобарынсисов. Вот мой совет. Берите никобарынсисов. Они вам сто процентов подойдут. Я вам отвечаю, что вы точно не пожалеете своей покупкой, как и я. Вот, ребята. Ну, ребята, знаете, по моему опыту, что надо муравьям ником вставлять губку в пробирку. Губка, она не плесневее. То есть на ней не появляется плесень, если будет около нее еда лежать. Такого не будет. Даже можете не думать. Вот, ребята. Ну, я фиг его знаю, но я думаю, что там появится плесень только через квадриллиард лет или не скоро. Ну, в общем, лет не скоро появится плесень, да и вообще не появится. Так что, если вы задержите ников, закажите ников в пробирке, где губка. Потому что для меня это, мне кажется, это легче, и плесени, в принципе, никакой-то и не будет. Вот, ребята, это мой совет для вас. Но какой же формикарий нужен этим муравьям? Скажут так, просто обычный формикарий с гипсом. Акриловый, там, гипсовый подойдет, в принципе, им. И, главное, большая арена. Вот. Это некоторые кипри говорят, что главное у ников это огромная арена. Ну, нет, я не имею в виду, чтобы она была, не знаю, огромная, прям, чтобы на всю квартиру. Нет, нет, нет. Или на весь дом. Нет, ребята. Арена должна быть, например, 10 на 30. Им нужна арена. Но, ребята, какую же их температуру и содержать? Ребята, какую же температуру и содержать? От 24 до 30 градусов и вполне подойдет. Можете не бояться. Например, когда у меня была матка, был пакет яиц, никаких рабочих не было, я и содержала до 27 градусов. Мне кажется, что для матки это подойдет. Когда у вас рабочих, можно уже смело содержать их хоть 25, там. Ну, 24, это потом, наверное. Когда у вас в колонии хотя бы имеет 40 рабочих, можно даже уже снижать уже до, в принципе, 23. Вот, ребята. Но рекомендую все-таки держать их в 25 градусах. Это рекомендуют киперы. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы узнали что-то о Никобарентисах. Ну, ладно, ребята. Всем пока. Вы были на канале Варанин Канал. Всем, ребята, пока. И, кстати, ребята, еще хочу совет вам дать, что обязательно подсоедините арену к Никобарентисам, так как они очень быстрые. Подсоедините к ним арену, если у вас рабочие. Спасибо.